Ситуация на кладбище мэр Юрий Кузин интересуется последние пару месяцев. Причина тому – многочисленные жалобы горожан. После первого посещения и места скорби и печали глава города распорядился выделить средства на благоустройство этих территорий. Сегодня проверяли, как идет работа. После мероприятия 16-го переходят сюда и работают по крупным тополям. Аварийные жалобные деревья будут обрезаны. На первом кладбище основная работа по уборке территории уже выполнена. Весь мусор вывезен, осталось убрать срубленные деревья. Мороз – делу не помеха. По словам рабочих, такая погода лучше, чем снегопад. И вообще зимой, когда на деревьях нет листвы, работать легче. Учитывая большие объемы работы, это важно. 200 кубов запланировано на первом кладбище и 200 кубов вывоза мусора. У меня, наверное, в течение недели еще будут работать, потому что техникой мы уже все убрали. Следующими примутся за дело альпинисты. Они будут работать в самых труднодоступных местах. Там, где невозможно поставить кран, профессионалы будут забираться на верхушки деревьев и аккуратно спиливать ветки. Используем технику и услуги альпинистов. Они сейчас находятся в глуби карт и там режут аварийные деревья. На первом кладбище идет вывоз деревьев, спиленных уже. И сегодня приступили уже к удалению аварийных деревьев на кладбище номер 2. Но, несмотря на это, работники второго кладбища тоже обещают выполнить все срок. Уверяют, что методика уже отработана. Сегодня попроще, так как валим из земли, а с вышки очень сложно. А как организуете работу, чтобы ограды не поднялись? Да, немножко привязываем, поднимаем. То есть поднимаете каждое дерево, да? Ну, эти вот так, как маленькие, как бы, за ним не поприятно. Перепили вам, складываем. Уборкой первого, второго и третьего кладбища занимается компания «Чистый город». По контракту на эту работу город выделил больше 300 тысяч рублей. Претензий сегодня не возникло. Впрочем, на этом работа не завершена. Благоустройство продолжится в следующем году. В планах городских властей организовать углубление водоотводных каналов. Благодаря этому в межсезонье и после дождей кладбище не будет подтапливать водой. Продолжение следует...